Рубен, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о себе, о своих достижениях в области эзотерии парапсихологии. И что явилось началом или толчком в движении в этом малоизученном направлении? Ну, толчком явилась, на самом деле, встреча с этим человеком, когда мне было лет 20. Хотя это не значит, что именно с этого момента начинается жизнь человека, который посвящает свою жизнь эзотерии. На самом деле, все это находится в крови, просто ты пока еще не знаешь, потому что чересчур молодой. И со временем, приходит время, встречаешься вот с фрагментами из этой области, и это как толчок достаточно большой. В моем случае, вот эта встреча поменяла всю мою жизнь, которая развелась так, что сегодня я нахожусь здесь. Рубен, каждый человек несет в себе какую-то веру, независимо от расовой или национальной принадлежности. Чем это объясняется? И почему это так важно, на ваш взгляд? Вера. Вера. Вы сейчас задали такой очень глобальный вопрос, который интересовал человечество всегда. И, очевидно, в этой передаче я не смогу ответить полноценно на этот вопрос. Но я попробую, по крайней мере, со своей позиции объяснить. Ну, давайте не звать, что первая наука, если это можно так назвать, которая появилась в мире, она называется вера. Или религия. Потом срывается религия, где вера — это что-то, а религия — это метод, чтобы постичь вот это что-то. Вот это что-то, что называется вера. Рассматривали со всех сторон, рассматривали это как, например, форма обмана внутреннего, или плацебо-эффект, или даже эмоциональная составляющая. По моему мнению, не основываясь на моих, скажем так, сознаниях, вера — это состояние человека. Именно состояние. Причем это состояние, оно присутствует всегда. Просто, я бы сказал так, оно постоянно видоизменяется. Это состояние никогда не бывает одинаковым. То есть, в течение секунды вера, вот эта вера, она поднимается, спускается, она постоянно присутствует в человеке. Это как маяк, который горит, чтобы ты не потерялся вот в темном, действительно в темном море. Часто вот этот же маяк начинает использовать, как, особенно вот сейчас, последние, вот скажем, 50 лет, как форма удовольствия. Вера стала украшением. Я не говорю о вере. Вера стала украшением. Потому что эмоциональная составляющая человека на сегодняшний день очень широкая, очень богатая. Ты можешь себя, ты можешь насладиться в прямом смысле всеми сладостями, которые жизнь тебе предлагает. Значит, даже виртуальными, например, фильмы, интернет и так далее. И очень часто вера спутывается, вот смысл веры мешается с высоким эмоциональным состоянием удовольствия. Совершенно не то. Веру имеет человек, совершенно не имеющий веру. Очень странные вещи я говорю. Тут надо разделить вера и верить. Если ты веришь кому-то, это не значит, если даже ты веришь, что у тебя есть вера. Вера намного крупнее состояние, такое глобальное состояние. И прийти к этому состоянию старались всегда, в разных национальностях, все расы, потому что чувствуется внутри. А вот как это выглядит, никак не могут понять. Поэтому и появилась наука или науки, которая называется религия. Каким путем достичь полноценности своей веры? А возможно ли существование человека без веры? Это практически невозможно. То есть даже маленький ребенок, который не является еще полноценным членом социального общества, вот у этого маленького еще не совсем осознанного создания вера является основным инструментом правильной ориентации в пространстве. В чем это проявляется? В чем проявляется вера? Вот, да, в чем проявляется вера? Она проявляется практически во всем. Компонент веры присутствует во всем. Я бы сказал, это состояние. То есть когда ты выбираешь, хочу, не хочу, вот понравится ли мне это, или мне это не нравится, даже в этом компоненте присутствует вера. Состояние, которое говорит не тебе сознательно, но твоей системе, это может быть опасно для самой системы, хотя это еще не видно. Инструмент, который часто используется в вере, автоматически, то есть он постоянно используется, но люди стараются, называется интуиция. То есть необоснованные, сознательно необоснованные сигналы, которые воспринимаются, сознательно не понимая их причины, воспринимаются и, как я так сказал, мозг принимает их во внимание в интересах защиты самого человека. Вот, я не знаю, насколько я смог объяснить, вот проявляется вера практически во всем. Если бы не было веры, как состояние, то человек вверх бы просто перестал быть. Сама система не в состоянии было понять, куда ей надо двигаться. То есть, в принципе, существование человека без веры невозможно? Существование человека без веры невозможно, это основная составляющая, фундаментальная часть человека. Опять же, мы не говорим о том, что я верю, вот это я выбрасываю. Ты когда спишь, вера как состояние находится в очень активном состоянии. Понятно. Рубен, мы вошли в 21 век, и грядущая эра Водолея. Вот, что предвещает этот век человечеству, вот, по вашему мнению? Какие изменения будут происходить? 21 век, и не только 21 век, скажем так, 21 век – это дверь, весь век – это дверь. Когда мы входим в новое пространство. Под пространством я подразумеваю даже земной шар. Он поменяет свою природную, космическую, не только функцию, но и параметры кое-какие. Да и естественно, вот вы сами сказали, входим в эру Водолея. То есть, огромное, миллиардное количество звезд, которые были в эре рыбы, пассивирует свое влияние на Землю, и другие миллиарды этих же звезд, находящихся рядом с ними, Водолея активирует свое влияние на Землю, не только на Землю, на всю солнечную систему. Совершенно естественно, Земля реагирует на такие глобальные изменения влияний. Она меняет свою биологию, она меняет свою поляризацию, но это мы и ожидаем. Изменение поляризации Земли приводит, естественно, к изменению биологии на этой же планете. И человек, как составляющая часть этой биологии, меняется. Теперь, что поменяется в человеке? Во-первых, основное, что я могу сказать, поменяется понимание сознания. Не осознание столько самого себя, но и само сознание. Вот на сегодняшний день, когда человек говорит, сознание, у меня есть сознание. И мы спросим его, а что это такое сознание? Он скажет, это я сам. А что такое я сам? Вот глубже, когда я делал, такие эксперименты были сделаны. Мы придем к параметрам «хочу», «не хочу», «нравится», «не нравится», «желаю», «не желаю», «боюсь» или «люблю». И на этом заканчивается параметр сознания. Потому что сознание не вовлечено в внутренние процессы. Оно молодое очень. Вот в новой эре Водолея сознание приобретает более широкий спектр своих возможностей, понимание, как работает, грубо говоря, подсознание, а не подсознание, все остальные процессы. Человек поменяется полностью. Его понимание своих собственных эмоций поменяется. Автоматический спектр самих эмоций начинает меняться. Автоматические взаимоотношения с другим человеком начинаются основываться на других моральных устоях. Практически все поменяется. То есть новый человек, который наступает, то есть он приходит, и старый человек, это два человека, которые говорят совершенно разными языками на самом деле. Один является праотцом другого, но языки у них совершенно разные. Готов ли человек к этим изменениям в ближайшее будущее? Нет, нет, не готов. Я уже тут основываюсь также и на своих сознаниях человека, насколько я это могу. Все-таки я летаю очень часто, встречаюсь с людьми. Нет, не готов. Он даже не представляет, а как надо быть готовым. Вот посмотрите, сейчас в мире происходит вот этот так называемый кризис. Почему я говорю на так называемый? Потому что это не кризис, это процесс изменений. Я привожу такой простой пример. Вы сейчас поймете, вот, например, мы с вами, ну, любим кушать мороженое. И мы за три месяца съедаем, неважно, два килограмма мороженого. Ну, так мы его любим. И вот так получилось, что три месяца вот за окном падает дождь. Вот мы с вами будем есть мороженое. Естественно, мы его будем есть процентов на 70 меньше. Всего лишь потому, что за окном падает дождь, но формируют твое эмоциональное состояние. Теперь, что получается, если таких людей только из-за того, что идет дождь, больше, чем обычный, или перепады температуры большие. Вот тебе индустрия мороженое, которая была рассчитана на, например, 2 миллиона таких, как мы. И она производила X количество мороженое, она не продала 70% своего мороженого. Можно ли это называть экономическим кризисом? Да, абсолютно да. Но экономический кризис, он является последствием именно вот этих биологических изменений. Поэтому он везде. То, кто покупает машину, покупает сейчас меньше. То, кто покупает, ну, я не знаю, все, что покупает, покупает меньше. Вот тебе экономический кризис. Но это надо рассматривать как форму изменения. Правда, мы с вами не знаем, сколько месяца будет длиться этот дождь. Мы ждем каждый день, что он прекратится.